Как снять дешевле квартиру в горячем ключе? Конечно же, вы должны воспользоваться услугами сайта Авито. Объявления вымываются быстро, и для того, чтобы подать объявление, человеку нужно заплатить 300 рублей. Поэтому на доске объявления находится минимум фейков, поскольку сама сдача примерно 10 тысяч, и большой выгоды от того, что человек будет размещать каждый месяц объявление какое-то фейковое, минимальное. В ноябре жители квартир, которые отапливаются котельными, начинают получать большие счета на отопление. Счета уже пошли, а отопления нет, люди мерзнут. Поэтому начинается массовая миграция из старого фонда жилья. Люди переезжают в квартиры с автономным отоплением, и в этот момент цены начинают повышаться. Второе повышение цен ожидается летом, когда приезжают люди, может быть, на неделю, может быть, на месяц, и они готовы переплачивать больше, чем сейчас ситуация на рынке. Итого, получается, в конце осени цены подымаются, потом потихоньку, постепенно они понижаются, и в начале лета обратно повышаются. То есть самое выгодное время для сдачи жилья, вернее, для вас, для съема жилья, это начало осени. Также нужно иметь в виду, что есть разница между квартирами с автономным отоплением и с котельными. Я бы советовал выбирать те квартиры, которые с автономным отоплением, поскольку какую вы захотите температуру, такую и поставите. Отдельно связанный вопрос, связанный с снятием жилья, касается коммунальных платежей. Какие это платежи будут? ТСЖ, ну это для однокомнатной квартиры примерно 500 рублей. Вода, примерно 300-500 рублей. Газ, ну это примерно копейки летом и около 2000 рублей зимой. Итого, летом вы будете платить около 1000-1500 рублей за съем, вернее, за обслуживание своего жилья. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Если у вас есть какие-либо вопросы, касаемые горячего ключа, пожалуйста, задавайте мне. Подписывайтесь на мой канал и ставьте плюсики. Спасибо.